Белорусские спасатели практически полностью отказались от закупки зарубежного оборудования и техники. Разработки наших ученых позволили уйти от импортных аналогов. И это еще одна победа наших спасателей, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Поздравление работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направил президент Беларуси. Спасатели имеют универсальную подготовку и в состоянии прийти на помощь в любой критической ситуации. О буднях настоящих мужчин Анастасия Винчо. Держу нас, нужно еще помочь. Хорошо, машины выезжают. Погарная тревога. На выезд. А вот сейчас буквально каждая секунда на счету. Амуниция и снаряжение на бойцах в мгновение ока. Полная боевая готовность и вперед. Пункт назначения Заславская 35. Здесь, в подъезде, местные жители почувствовали запах дыма. Несмотря на свой юный возраст, Игорю всего 23, он уже пожарный со стажем. На счету парня сотни выездов и без привлечения десятки спасенных жизней. Образно на острие ножа и в объятиях пламени буквально. Некоторые вызовы Игорь помнит поминутно и всякий раз удивляется такой губительной человеческой беспечности. На улице Коростояна был пожар на севом этаже. Побежали по лестнице, прибегаем туда. Вся кухня горит полностью, пламя открытым. И там человек лежал. Не в трезвости были люди. Между тем, фактически полную линейку необходимого оборудования, автоцистерны, теплозащитные костюмы, пожарные стволы специалисты МЧС разрабатывали вместе с белорусскими учеными. На шасси нашего автомобиля МАЗ разработаны цицерны тяжелого типа. В основном мы приобретали последние годы цицерны емкостью 10 тонн. Но есть образцы 11-12 тонн, которые сегодня проходят испытания наших подразделений. И, в общем-то, успешно себя рекомендовали. Мы дальше будем развивать. И лошадиные силы под капотом отечественной пожарной машины домчали нас до места возгорания всего за несколько минут. А там, к счастью, ничего серьезного, в подъезде загорелся мусоропровод, пожар потушили в считанные секунды. Но бывают и другие выезды, когда молодые парни и матерые спасатели, ни на секунду не задумываясь о собственной безопасности, идут в огонь и прыгают в воду, чтобы спасти чью-то жизнь. И, судя по этим кадрам, можно сказать, что для этих людей спасатель – это не просто профессия, это призвание.